Всем привет! Меня зовут Юлия, и я очень рада видеть вас на своем канале. Как бы я не продлевала лету, котив в Абхазию, мой отпуск закончился, и осень все-таки наступила. Не сказать, что я очень рада, но будем жить с этим. Вообще везде можно искать плюсы. Я, например, очень довольна, что наступила осень, и можно опять зажигать прекрасные ароматные свечи, которые создают в видео особое настроение. Я сегодня подготовилась, у меня запах антикварная библиотека, которая помогает мне настраиваться на нужный лад. Вы не поверите, но я опять записываю книжные планы. Мне так понравился летний эксперимент, что я решила попробовать еще раз. Напоминаю, что я тот человек, который не любит составлять никакие списки на прочтение, потому что я предпочитаю спонтанность. Но тут опять мне захотелось побродить по своим полкам, посмотреть, что я захочу прочитать осенью. Я тут сразу оговорюсь, что я не подбирала книги с какой-то особенной осенней мрачной атмосферой. Я знаю, что многие любят на осень выбирать именно такие произведения. Я просто смотрела и выбирала то, что я бы хотела прочитать в ближайшее время. Кстати, книжные планы на лето я выполнила на 70%. Из 10 запланированных книг я прочитала 7. Мне кажется, что это очень хороший результат. В этот раз я опять выбрала 10 совершенно разных, непохожих друг на друга произведений. Посмотрим, смогу ли я быть такой же дисциплинированной осенью. Ну а прежде, чем мы начнем, я напоминаю, что если вам нравятся мои видео, самое время подписаться на мой канал, поставить лайк этому ролику. Это очень поможет мне в продвижении на просторах ютуба. Еще напоминаю, что у меня есть ламповый телеграм-канал, очень маленький, очень уютный, где я в режиме реального времени пишу о том, какие книги я читаю прямо сейчас. Также я рассчитываю, что в ближайшее время я буду там писать больше о своей жизни, то есть там будут не только книги, но и какой-то лайфстайл. Я постепенно прихожу к мысли о том, что книжная тематика — это очень узко для телеграм-канала, будет здорово там рассказывать вам побольше о себе. Так что подписывайтесь, ссылочка, как всегда, будет в описании. Ну а мы приступаем к книжным планам на осень. Начнем мы с романа, который перекочевал из летних планов в новый список. Все дело в том, что я очень хочу познакомиться с этим писателем до конца года, поэтому я позволила себе такой финт. Я сейчас говорю про Арчивальда Кронина и его роман «Замок Броузи». Это дебютный роман автора. Многие мне говорили, что это идеальный кандидат на как раз-таки знакомство с Крониным, тем, что начинать нужно именно с этой книги. В оригинале она называется «Hatter's Castle» — «Замок шляпника», потому что главный герой Джеймс Броуди, я так понимаю, шляпник. Это очень деспотичный человек, настоящий тиран, токсичный, деструктивный, который держит страхи всех своих родных. В книге описывается как жизнь семьи Броуди в общем и целом, так и жизни отдельных ее членов в частности. Кронин очень здорово прописывает характер каждого персонажа, и даже если вы не питаете к ним какой-то симпатии, то вам все равно интересно следить за тем, как развивается линия того или иного персонажа. Это все, что я знаю об этом романе, знаю, что у многих, как говорится, бомбит с главного героя, и вообще в целом с этой книги интересно, как я ее воспряму, интересно, какие эмоции испытаю. Следующий автор в моем списке — Натаниэль Готтерн, американский классик, который прославился своими романтичными новеллами, кумир Говарда Лавкрафта, Генри Джеймса, Германа Мелвилла и его самый, наверное, известный роман «Алая буква». Это произведение повествует нам о нравах Паританской Америки. Главная героиня, молодая женщина Эстер Принн, согрешила со священником, будучи уже замужней дамой, и родила от него ребенка. За свою любовь она поплатилась статусом отверженной и теперь вынуждена всегда носить на своей одежде нашивку с алой буквой «А», что значит «Adulteress» — прелюбодейка. Это история о слабой женщине, несущей свой позор с высоко поднятой головой и ее нескончаемой силе духа. Именно этим меня привлекает данный роман. Я уже как-то рассказывала в одном из видео, что пыталась его читать, застопорилась я на вступительном очерке таможня. Я, если честно, до сих пор не очень понимаю, как он относится к основному повествованию, потому что, когда я его читала, мне кажется, там было совсем не об этом, о чем-то отвлеченном читать было довольно тяжело. Но я попробую подступиться к этой книге еще раз. Очень она меня манит, волнует, очень мне хочется тоже с ней познакомиться. К тому же она у меня включена в список 12 забытых книг. По иронии судьбы, я забыла про список 12 забытых книг. Очень редко беру оттуда какие-то произведения, но тем не менее мне хочется хоть как-то немножко его закрыть до конца года, поэтому алые буквы обязательно на прочтение этой осенью. Посмотрим, что из этого получится. Отель Артура Хейли. Мы все знаем, что Хейли, наверное, самый известный писатель производственных романов. Он настоящий мастер в этом жанре. Мы все знаем, как он очень тщательно подходит к изучению каждой профессии, к которой он подступается. Здесь речь пойдет о гигантском, роскошном отеле, и мы узнаем всю его подноготную, мы узнаем, что там происходит с закрытыми дверьми. Как я уже говорила, Хейли в мельчайших подробностях разбирается во всех аспектах, о которых он пишет, но при этом он делает это очень увлекательно, очень интересно. Я купила сразу четыре книги Хейли, при том, что я не знакома с этим автором, и надеюсь, что мой такой порыв в душе оправдается, и писатель, если не войдет в плеяду моих любимых, то хотя бы оставит какие-то приятные впечатления. Последний покетбук, детектив современного российского автора Ислама Ханипаева «Холодные глаза». Вы все знаете, как я люблю Ханипаева, после его романа «Типа я» готова петь ему дифирамбы и советовать это произведение просто всем и каждому. Пришло время двигаться дальше, погружаться дальше в творчество Ислама, и следующий на очереди его вторая книга, собственно, «Детектив. Холодные глаза». Мне кажется, что осень — это идеальное время для детективов, куда без них. Это история про молодого журналиста, который приезжает из Махачкалы в небольшое горное дагестанское село, где произошло как раз жестокое убийство. И этот журналист настолько увлечен расследованием, что он даже не замечает, как постепенно все глубже и глубже погружается в эту хтоническую, мрачную атмосферу этого села, где, кажется, люди скрывают намеренно убийцу. Надеюсь, что этот роман произведет на меня не меньшее впечатление, чем типа я, потому что ожидания, конечно, очень высокие. Ислам не подкачай. Ауду Рава Олафс Дотер, Мисс Исландия. Давненько я хочу подступиться к этой книге. Рассказывает очень здорово про этого автора на своем канале Маши Курочка. Я послушала ее, у меня прям глаза загорелись. Я решила, что осенью абсолютно точно прочитаю Мисс Исландию. Здесь у нас по сюжету девушка по имени Гекла, названная в честь вулкана. Хочет стать писательницей и хочет она писать стихи. Но, к сожалению, дело происходит в 1963 году. Это тогда еще довольно консервативная Исландия, где поэзия считается мужским делом, но Гекла, наплевав на всякие правила, садится в автобус до Рикьявика. У нее с собой только ее рукописи и у Лисса Джеймса Джойса. И она намерена сделать все для того, чтобы ее мечта сбылась. Гекле предстоит пройти множество испытаний, разочароваться во всем, кроме своего призвания. Надеюсь, она сможет достичь желанной цели. По крайней мере, я буду очень за нее болеть. Закончились мягкие обложки. Переходим к переплетам. Закончились мягкие обложки. Переходим к твердым переплетам. Еще одна современная российская писательница Анна Козлова и ее роман «Рюрик». Это смесь социальной драмы, мистики, предключений и детектива. Меня очень интригует такой сплав жанров. Я Анну Козлову очень уважаю и как писательницу, и как сценаристку, поэтому почему-то абсолютно уверена, что «Рюрик» мне понравится. По сюжету, 16-летняя Марта сбегает из интерната, куда богатые отправляют своих детей. Родители называют это место элитной частной школой. Марта направляется в Архангельск, это город, где когда-то жила ее мать, чья судьба сейчас неизвестна. Но по дороге девочка попадает в лес, совершенно уверенная в том, что она там не заблудится. Конечно, она ошибается. И теперь главная интрига заключается в том, что сможет ли Марта выбраться из непроходимой чащи. Кроме главной интриги, нам предстоит найти ответы на такие вопросы, как «Почему Марта попала в интернат?» и «Что случилось с ее матерью?» Как раз-таки ответы на эти вопросы будет вместе с нами искать одна журналистка, которая организовывает поиск пропавшей девочки. Большие очень ожидания у меня тоже от этой книги. Давно я ее для себя заприметила. Очень рада, что смогла купить ее на книжном благотворительном маркете «Фонарь». Не отпускают меня современные писатели после моего марафона современной русской прозы, о котором я скоро обязательно вам отчитаюсь. Расскажу, как все прошло. Хочется читать их дальше, поэтому вот Ислам Ханипаев и Анна Козлова здесь у меня опять в списке фигурируют. Вы уж не обессудьте. Надеюсь, что вам тоже нравится постигать со мной мир современной русской литературы. Ну и от современки переходим к классике. Если быть точнее, к великому Федору Михайловичу Достоевскому. У меня в руках воспоминания его жены Анны Григорьевны в девичестве с Ниткиной. Я уже рассказывала о своих планах на год, что хочу более глубоко проникнуться творчеством этого писателя, что я хочу прочитать воспоминания его жены, что я хочу перечитать «Преступление и наказание» и взять «Бесов» или «Братьев Карамазовых», которых я никогда не читала. Но я подозреваю, что до конца года я не успею это сделать, поэтому я пока остановлюсь на воспоминаниях и «Преступление и наказание». Сюжет я сейчас пересказывать не буду, вы его все прекрасно знаете. Воспоминания, мне кажется, это хорошая возможность взглянуть на такого столпа русской литературы с другой стороны, со стороны мужа, со стороны отца, добавить какие-то недостающие штрихи к его портрету, который сложился за все эти годы. И мне безумно интересно будет прочитать «Преступление и наказание» спустя, наверное, лет 10, с тех пор, как я его в школе прочитала первый раз. Автоматически стала эта книга одной из моих любимых. Я абсолютно сразу поняла, что буду к ней еще возвращаться, и, кажется, это время пришло. Единственное, что мне нужно, наверное, из дома попросить родителей привезти экземпляр бумажный или взять книгу в библиотеке, потому что в электронке мне читать ее совсем не хочется. Многострадальная книга Кадзуэ Сигура «Не отпускай меня». Многострадальная, потому что трижды я уже подступалась к ее прочтению, дважды, собственно, брала вот эту вот книжицу бумажную, один раз пыталась в аудио слушать. Не идет. При этом я продолжаю почему-то мучиться. Есть у меня какие-то соображения о том, что мне все-таки понравится эта книга, и нужно просто преодолеть какой-то рубеж, потому что мне же понравился «Погребенный великан». Я почему-то никак не могу взять в толк, что если мне понравилась одна книга автора, совершенно не точно, что мне автоматически должны нравиться другие его произведения. Но чует мое сердечко, что не все потеряно с этим романом, что обязательно мы с ним еще найдем общий язык. Опять же, есть эта книга у меня в списке 12 забытых книг. Этой осенью я предприму четвертую, думаю, что последнюю попытку одолеть, не отпуская меня. Если не получится, то буду, наверное, с ней расставаться без всяких уже сожалений. Если говорить о сюжете, здесь у нас 30-летняя Кэти вспоминает свое детство в прелегированной школе Хейлшем. Я все время забываю название, поэтому сверилась. Это роман о любви, о дружбе и, самое главное, о памяти. Я знала главную загвоздку этой книги, слушала в подкасте «Книжный базар». Спойлер! Но прошло так много лет, что я уже его забыла, поэтому буду читать как с чистого листа, как будто первый раз вообще вижу эту книгу. Ну и, наконец, последний роман — это шведский аутентичный ретро-детектив «Сварить медведя» за авторством Микаэля Ниеми. Это тоже будет мое такое знакомство с автором. Главный герой — это невероятная детективная история пастор Листадиус и найденная им в лесу мальчишка Саам Юси. Их размеренную жизнь с долгими прогулками, увлечением ботаникой, беседами прерывает убийство. И героям нужно собрать всю волю, все силы в кулак, чтобы начать свое собственное расследование. Пастор Листадиус — это реальная историческая личность, это проповедник, который жил среди Саамов, собственно, обращал их в христианскую веру. Будет интересно почитать такой, можно сказать, исторический детектив. С еще и шведским колоритом. Я Скандинавию вообще очень уважаю и люблю. Мне кажется, что для осени, хоть я и не выбирала по атмосфере, это идеальная книга. Это были 10 книг, которые я планирую прочитать за три осенних месяца. Пишите в комментарии, что вы себе напланировали, или, может быть, вы, как и я, типичная я, не строите никаких планов. Если вы читали что-то из того, что я сегодня упоминала, тоже обязательно расскажите мне об этом в комментариях, опишите свои впечатления, свои эмоции. Мне всегда очень интересно читать ваши отзывы. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, и подписаться на мой канал, если вы хотите продолжать смотреть мои ролики. Ну, а я буду с вами прощаться. До скорого. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok